Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 34-й беседе на книге «Бытие» раскрывает нам тайну о любви к Богу, задарованные и обетованные нам блага. К нам Господь обетовал чрезвычайные и превосходящие наши понятия «дары». Разумею, наследие Царствия Небесного, участие в неизлеченных благах, жительство с ангелами, освобождение от Диены. «Не будем не верить всем обетованиям, потому только, что не видим обещанного телесными очами. Но, помышляя о неложности обетовавшего, с большой буквы имя Господне, и о великом могуществе его, да созерцаем мы эти блага очами веры, и, судя по тому, что уже даровано нам, будем питать добрые надежды и в отношении к будущему. Для того-то Господь и даровал нам многое здесь, чтобы вразумляемые здешними благами мы твердо надеялись и на тамошние. Ибо тот, кто из любви к нам отдал сына своего, уже ли не дарует нам и всего прочего, как и Павел сказал, тот, который сына своего не пощадил, но отдал его за нас, всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Римлян 8, глава 32 стих. «Если сына своего отдал за нас грешных, если удостоил у нас дара крещения, если даровал нам оставление прежних грехов, если открыл путь покаяния, если для нашего спасения совершил бесчисленное множество других дел, то явно, что подаст и уготованные нам в будущем блага. «По своей благости, приуготовив эти блага прежде, нежели мы явились в мир, уже ли он не даст нам и насладиться ими? А что он еще заранее предуготовил эти блага для нас? Послушай, что он сам скажет стоящим одесну его. «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25, глава 34 стих. «Видишь безмерную благость, по которой он явил такую любовь к нашему роду, что еще прежде создания мира уготовал нам наслаждение царствием?» Не будем же, прошу, непризнательны, не сделаем себя недостойными столь многих даров, но возлюбим, как подобает Господа нашего, и не станем делать ничего такого, что могло бы прекратить его к нам благоволение. Разве мы предназначили это? Предназначили. Он, предупредив нас, явил великую и незначенную любовь к нам. Не странно ли не любить и нам, сколько можем того, кто так возлюбил нас? Он из любви к нам все претерпел с радостью пришедший из самых, так сказать, недр отеческих. Благоволил принять в зрак раба, испытать все человеческие нужды, претерпел озлобление и бесчестие от иудеев. Наконец принял крест и поносную смерть, дабы посредством веры в него избавить нас, присмыкающихся по земле и обремененных бесчисленным множеством тяжких грехов. Помышляя обо всем этом, блаженный апостол Павел, пламенно любивший Христа, обтекший как бы на крыльях всю вселенную, старавшийся в теле явить совершенство бестелесных существ, воскресал так. Любовь Христова объемлет нас. 2 Коринфянам 5 глава 14 стих. Смотри, какая горячая любовь. Любовь, говорит, Христова объемлет нас. То есть, возбуждает, нудит, увлекает. Потом, желая пояснить, слова свои он говорит. Если один умер за всех, то все умерли. И еще. А Христос за всех умер. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 15 стих. Во 2 Коринфянам 5 главе. «Видишь ли, как справедливо сказал Он, что объемлет нас любовь Христова. Ибо если, говорит, Христос умер за всех нас, то умер для того, чтобы мы, живущие не для себя уже, жили, но для Него, умершего за нас и воскресшего». Примем же апостольское вещание и будем жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. «Но как, скажешь, можем мы жить не для себя?» Послушай опять всего же блаженного Павла, который говорит, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. «Смотри, как Он, ходя по земле и будучи, обложен плотью, жил так, как будто бы обитал на небе и общался с бестелесными силами». Потому-то в другом месте Он сказал, «Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Галатам 5 глава, 20 стих. «В том-то и состоит жизнь не для себя, а для умершего за нас и воскресшего, когда мы как бы мертвы бываем в отношении к настоящей жизни и не привязываемся ни к чему видимому. Для того и Господь наш претерпел распятие, чтобы мы эту жизнь променяли на вечную. Или лучше сказать, через эту приобрели себе ту. Через настоящую приобрели вечную. Ведь настоящая жизнь, если мы бываем бдительны и внимательны, ведет нас к наслаждению вечной жизни. И мы, если захотим, хотя несколько воспрянуть и отверзать око ума, можем всегда питать в себе мысль о тамошнем упокоении. И таким образом проходить и оставлять без внимания видимое и устремлять помысл к будущему и вечно пребывающему. Как и блаженный Павел в наше наставление говорит так. «А что ныне живу в оплате, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 5, 20 стих. Итак, можем ли мы показать соразмерную любовь тому, кто явил столь богатую любовь к нам, если мы решим положить ей самую жизнь свою за его закон и для соблюдения данных от него заповедей, тогда невозможно достигнуть той меры любви, какой он явил по отношению к нашему роду. Он, будучи богом, потерпел все это за людей и, будучи господом, за рабов и не просто за рабов, но еще за неблагодарных, обнаруживших великую упорную вражду к господину. Притом он сам предварил оказать такое благодеяние недоступным и виновным в бесчисленных грехах. А мы что не успеем сделать, ничего не совершим великого при всех усилиях возблагодарить предупредившего нас такими благодеяниями. Наши дела, если только они последуют, составляют уже некую уплату за долг, а то, что он делает для нас, есть дар и благодеяние, и великая милость. Размышляя во всем этом, возлюбим Христа, как возлюбил его Павел. И не заботясь о настоящем, любовь к нему укореним навсегда в душе нашей. Тогда мы станем посмеиваться всему настоящей жизни и на земле будем жить, как на небе. Несчастьем здешним, не расслабляясь, не скорбными, не смущаясь делами, но, минуя, все будем спешить отсюда к возлюбленному Господу нашему. Не будем роптать и на медлительность, но с блаженным Павлом станем говорить и мы. А что ныне живу в оклоке, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Таким образом, мы настоящую жизнь проведем беспечально и удостоимся наслаждаться будущими благами. Аминь.